Они будут разные, но я вам буду говорить, какие. Вот сейчас нужно спросить, кто ты такая? Продолжайте. Не знаю, сударня, я помню, кем была сегодня утром, но за этот день я уже несколько раз менялась. Сейчас другое. Посложнее. Все, сейчас следующее. Что это ты выдумываешь? И следующее. Да ты в своем уме? Видите ли? И сейчас не вижу. Не вижу. Хорошо. Видите ли, я не сумею вам все это объяснить. Столько волшебства в один день, кого угодно собьет с толку. Не собьет. Не собьет. Не собьет. Что ж, возможно, но мне это показалось крайне странным. Тебе? Тебе? А кто ты такая? А кто ты такая? Тут Алиса очень сильно обиделась и попыталась уйти. Но гусеница. Но гусеница сказала, вернись. Мне нужно сказать тебе что-то очень важное. И когда Алиса вернулась. И когда Алиса вернулась, она сказала, держи себя в руках. Держи себя в руках. Это все? Удивилась Алиса. Нет. Откусишь с одной стороны, подрастешь. С другой стороны, уменьшишься. С одной стороны, чего? С другой стороны, чего? И гусеница ответила. Такая одинокая гусеница. Ну что же, подумала Алиса. По крайней мере, если мне нужно будет увеличиться или стать очень маленькой, у меня есть волшебный гриб. Неожиданно Алиса заметила, что в нескольких шагах от нее на ветке сидел чеширский кот. Завидев Алису, кот улыбнулся. Вид у него был добродушен. Но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи. Дорогой чеширский котик, ромка начала Алиса. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? Ответил кот. Мне все равно, только бы попасть куда-нибудь, пояснила Алиса. Тогда все равно, куда идти, заметил кот. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только идти и никуда не сворачивать, сказал кот. Вон там живет болванщик, шляпных дел мастер, а там мартовский заяц. Все равно, кому пойдешь, оба не в своем уме. Но что же мне сумасшедшие, сказала Алиса. Ничего не поделаешь, возразил кот. Все мы здесь не в своем уме. И ты, и я, сказал кот и исчез. Откуда вы знаете, что я не в своем уме? Спросила Алиса. Кот опять появился. Конечно, не в своем. Иначе как бы ты здесь оказалась, сказал кот и снова испарился. А вы можете исчезать и появляться не так внезапно, а то у меня голова кругом идет. Хорошо, сказал кот и исчез на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последний улыбка. Да, подумала Алиса. Видала я котов без улыбок, но улыбка без кота. Такого я в жизни еще не встречала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алиса шла прямо, как ей сказал чешурский кот. Никуда не сворачивала и, наконец, увидела домик мартовского зайца. На крыше из зайчьего меха торчали две трубы, удивительно похожие на зайчьи уши. За большим столом пили чай мартовский зайц и болванщик. Между ними крепко спала мышь Соня. Завидев Алису, они закричали. Занято! 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 Мест нет! Места сколько угодно! Возмутилась Алиса и плюхнулась в большое кресло. Выпей лимонада! Я что-то его не вижу! Правильно! А его здесь и нет! Ну зачем же вы мне его тогда предлагаете? Это не очень-то вежливо! А зачем ты уселась за стол без приглашения? Это тоже не очень-то вежливо! Я не знала, что это стол только для вас, сказала Алиса. Приборов здесь гораздо больше. Хм! Что ты слишком обросла? Не мешал тебе постричься, неожиданно сказал болванщик. Учитесь не переходить на личность, это очень грубо, вспыхнула Алиса. Ну тогда скажи, чем ворон похож на конторку? О, так-то лучше. Загадки отгадывать гораздо интереснее. То есть ты хочешь сказать, что знаешь ответ на эту загадку? Так, ну неинтересно про загадки. А какое сегодня число? Спросил болванщик. Какое сегодня число, знаете? Какое? 23-е... Что? Апрель. 23-е апреля, сказала Алиса. Странно, сказал болванщик и потряс свои карманные часы. Отстают на два дня. Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом. Уверяю тебя, масло было самое свежее. Робко сказал мартовский заяц. Да, но туда верно попали хлебные крошки, потому что ты мазал хлебным ножом. Уверяю тебя, масло было самое свежее. Какие смешные часы, они показывают число, а не час, сказала Алиса. А что, твои часы показывают год? Ну нет, конечно, ведь год тянется очень долго. Ну вот и у меня то же самое. Боюсь, я не совсем вас понимаю. Соня, Соня, Соня опять спит, заметил болванщик и плеснул ей на нос горячего чаю. Соня с досадой помотала головой и, не открывая глаз, проговорила. Конечно, конечно, я как раз собиралась сказать то же самое. Отгадала загадку. Нет. А какой же ответ? Понятия не имею. И я тоже. И мартовский заяц с болванщиком дико засмеялись. Если вам нечего делать, то придумали бы что-нибудь получше загадок без ответов. А так только попусту теряете время. Если бы ты знала время так же хорошо, как и я, ты бы никогда этого не сказала. Его не потеряешь, ни на того напали. Не понимаю. Еще бы. Ты с ним, небось, никогда не разговаривала. Не разговаривала, да. Но часто думала, как бы убить время. Убить время? Ну разве такое ему может понравиться? Если бы ты с ним не ссорилась, могла бы просить все, что хочешь. Вы так и делаете, да? Нет, мы с ним поссорились в мае. Королева давала большой концерт, и я должен был петь Филина. Знаешь ли ты эту песню? Ты мигаешь, Филин мой, Я не знаю, что с тобой. Высоко же ты над нами, как поднос на небесаме. Ты мигаешь, 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 мигаешь. Это проснулось, и опять заснула Соня. И тут в зале сказали, конечно, лучше бы он помолчал, но надо же как-то убить время. А королева как? Ах, закричит. Убить время! Он хочет убить время! Отрубить ему голову! Какая жестокость! С тех пор время для меня палец о палец не ударит. И на часах все шесть. Поэтому здесь всегда накрыто к чаю. Да-да, здесь всегда пора пить чай. Мы даже не успеваем посуду вымыть. Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть Соня расскажет сказку. Соня, проснись! Жили-были три сестрички. Звали их Эсси, Лесси и Тили. А жили они на дне колодца. А что же они ели? Кисель. Все время один кисель. Это же невозможно. Они бы тогда заболели. Они и заболели. И очень серьезно. Зачем же они жили на дне колодца? Потому что на дне колодца был кисель. Таких колодцев не бывает. Если не умеешь себя вести, рассказывай сама. Пожалуйста, пожалуйста, извините. Я больше не буду вас перебивать. Может быть, где-то и есть один такой колодец. И надо сказать, что эти три сестрички Жили припеваючи. Припеваючи? А что они пели? Не пели, а пили. И кисель, конечно. И как же они жили на дне колодца? Ну, живут же рыбы в воде. А эти три глупышки, точнее сестрички, Жили в киселе. Потому что они были кисельные барышни. Так они и жили, как рыбы в киселе. А еще они рисовали всякую всячину. Все, что начинается на М. Они рисовали месяц, маятник, мышеловку, множество. Ты когда-нибудь рисовала множество? Множество чего? Множество ничего. Не знаю. Может, и рисовала. А если не знаешь, то молчи. Алиса ужасно обиделась. Я никогда больше сюда не пойду. В жизни не видала такого глупого чаепития. Она грустно брела по лесу в клеточку и думала, Только бы мне успеть до темноты найти восьмую линию. Она пробралась по узкому коридорчику И, наконец, очутилась в чудесном саду Среди ярких цветов и прохладных фонтанов. Среди ярких цветов и прохладных фонтанов. У входа в сад рос большой розовый куст. Розы на нем были белые, но возле стояли три садовника И усердно красили их в красный цвет. Садовники были четырехугольные и плоские, С руками и ногами по углам И очень походили на игральные карты Бубновой масти. Алиса удивилась и подошла поближе. «Скажите, пожалуйста», — робко спросила Алиса, «Зачем вы красите эти розы?» «Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, А мы посадили белые. Если королева узнает, нам отрубит головы. А вот и сама королева!» Садовники по ленице послышались шаги, Впереди выступали их десять солдат с пиками в руках. Они были очень похожи на садовников, Такие же плоские и четырехугольные. Был там и белый кролик. Он что-то быстро и нервно говорил, и всем улыбался. Он прошел мимо Алисы и не заметил ее даже. Замыкали это великолепное шествие «Червонный король и королева». Замыкали это великолепное шествие «Это еще кто?» Сурово спросила королева. «Меня зовут Алисой. С позволения вашего величества, Ответила Алиса учтиво. — Встать! — крикнула королева громким пронзительным голосом. Садовники вскочили и принялись кланяться королеве. Взглянув на куст роз, она прибавила. — А вы что тут делали? — С позволения вашего величества, — смиренно начал один из садовников, опускаясь на одно колено, — мы хотели... — Все ясно! — произнесла королева, которая тем временем внимательно разглядывала розы. — Отрубите им головы! И шествие двинулось дальше. Несчастные садовники бросились к Алисе за помощью. — Не бойтесь! — сказала Алиса. — Я вас в обиду не дам. И она сунула их в цветочный горшок, который стоял поблизости. — Сыграем в крокет! — завопила королева. Все молча взглянули на Алису. Видно, королева обращалась к ней. — Сыграем! — крикнула Алиса. — Все по местам! — закричала королева громовым голосом. И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Однако через минуту все уже стояли на своих местах. И игра началась. Алиса в жизни не видала такой странной площадки для игры в крокет. Шарами служили ежи, молотками — фламинго, а воротцами — солдаты. Они делали мостик, да так и стояли, пока шла игра. Поначалу Алиса никак не могла справиться со своим фламинго. Только сунет его головой вниз под мышку, отведет ему ноги назад, нацелится и соберется ударить им по ежу, как он изогнет шею и поглядит ей прямо в глаза. Да так удивленно, что она начинает смеяться. А когда ей удастся снова опустить его головой вниз, Ежа уже и нет. А королева все время топала ногами, и то и дело кричала. Отрубить ей голову, голову ему долой! Здесь так люди любят рубить головы, думала Алиса. Странно, что кто-то ей вообще еще уцелел. Она огляделась и вдруг увидела, как в воздухе одиноко парит улыбка. Это был чеширский кот. Через минуту показалась уже вся голова. Ну, как дела? — спросил кот. По-моему, они играют совсем не так, — говорила Алиса. А как тебе наша королева? — спросил кот тихо. Ой, совсем не нравится, — отвечала Алиса. В одно мгновение голова кота исчезла, и вот весь кот расположился прямо на спине королевы. Знаешь, а разозлип-ка ее по-настоящему. Попробуем? Ой, нет-нет-нет, — испугалась Алиса. Вот будет потеха. И кот зацепил клюв фламинго за край юбки. Как раз в тот момент, когда королева замахнулась, чтобы сделать удар. И в одно мгновение королева очутилась на земле вверх тормашками. О, ужас! Что тут началось? Карты забегали вокруг королевы. Кролик все время повторял. Ой, бедные мои ушки, бедные мои усики. А король совсем потерял дар речи. Наконец, королева, багровея от ярости, оглушила всех присутствующих. Кто-то заплатит за это головой, и это будешь ты, указала она на Алису. КОНЕЦ Подождите, подождите, не надо мне рубить голову. Я бы вообще-то хотела стать королевой, а королевам голову не рубят. Так ты считаешь, что ты королева? О, какое ты имеешь право так себя называть! Ты никакая не королева. А если не сдашь экзамены на королеву, и чем скорее мы начнем, тем лучше. Простите, я совсем не думала, что нужно сдавать какой-то экзамен. Вот это мне и не нравится. Ты должна была подумать. Как думаешь, нужен кому-нибудь ребенок, который не думает? Согласись, что в каждой шутке должен быть какой-то смысл, а ребенок вовсе не шутка. В этом ты меня не разубедишь, как не старайся, хоть обеими руками. А я никогда никого не разубеждаю руками. То, что ты нас разубеждаешь руками, я и не говорю. Руками нас не разубедишь. Она сегодня в таком настроении, что нужно обязательно спорить. Неважно, о чем, лишь бы спорить, сказал король. Злобный, отвратительный нрав. Видно, ты на уроках хороших манер не брала. Да, да на уроках не учат хорошим манерам. Да, на уроках учат арифметики, грамматики и всякому такому. А сложение? Тебя обучили? Сколько будет? Сколько будет? Так, что бы придумать? 1 плюс 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 1 получится? По-моему, вы знаете, что получится? Бутерброды, конечно. А вот еще пример на вычитание. Отними у собаки кость. Знаете, что будет? Вот это почти. Ну, кость, предположим, не останется, сказала Алиса, ведь я ее уже отняла. Собака тоже не останется, она за мной побежит, чтобы меня укусить. Ну, и я, положим, тоже не останусь. То есть, по-твоему, ничего не останется? Ну, выходит, ничего. Нет, неверно, останется собачье терпение. Я не понимаю. Это очень просто. Собака потеряет терпение, верно? Вот оно-то и останется. Ну что ж, перейдем к домоводству. Откуда берется хлеб? О, это я знаю. Он печется. О ком это он печется? Не о ком, а из чего? Берешь зерно, мелешь его. Не зерно ты мелешь, а чепуху. Да какой вздор вы вообще здесь все несете. И тут королева, как всегда, сказала, что отрубить ей голову! Алиса вспомнила про гриб, который лежал у нее в кармане. Она съела кусочек гриба, от которого начала расти. Да кому вы все страшны, сказала Алиса. Вы ведь всего-навсего колода карт, а я уже королева! Тут все карты поднялись в воздух и полетели Алисе в лицо. Она вскрикнула и принялась от них отбегаться. И вскоре обнаружила, что лежит на берегу и смахивает с лица сухие листья, упавшие из дерева. Какой странный сон мне приснился. Карты, шахматы, кролики, подумала Алиса. И побежала домой, чтобы не опоздать к чаю. Вот ключ фантазии иссяк, не бьет его струя. Конец я после расскажу, даю вам слово я. Настала после, мне кричит компания моя. И тянется неспешно нить моей волшебной сказки. К закату дело, наконец, доходит до развязки. Идем домой. Вечерний луч смягчил дневные краски. Алиса, сказку детских дней храни до седины. В том тайнике, где ты хранишь младенческие сны. Как странник бережет цветок далекой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Королева Алиса на праздник зовет. Собирайся скорее, зазеркальный народ. На высоком престоле в блестящем венце Королева Алиса вас ждет во дворце. Так наполним бокалы и выпьем скорее. Разбросаем по скатерти мух и ежей. Купим кошку кладите, а в чай комара. Трижды тридцать, Алисе, ура! И сказала Алиса, зазеркальный народ. Счастлив тот, кто с тремя королевами пьет. Это редкое счастье, великая честь. За обеденный стол с королевами сесть. Так нальем же в бокалы чернила и клей И осушим их залпом за наших гостей. Вина с пеплом мешай, веселись до утра. Девяносто же девять, ура! Для вас сыграл ансамбль Рапсодия! Гусли звончатые, Павел Лукаянов! Домра Альт, Ирина Перепечина! Домра Малая, Ангелина Захарова! Фортепиано! Алексей Воробьев! Для вас рисовала художник-песочный аниматор Александра Лазукина! Сказку про Алису читала я, Ольга Егорова Королева Алиса на праздник зовет Собирайся скорей за зеркальный народ На высоком престоле, в блестящем венце Королева Алиса вас ждет во дворце Спасибо большое! До новых встреч! Продолжение следует...